Президенту показали новые машины для МЧС и скорой, а также автобусы для столицы. Улыбайтесь, вас снимают камеры с распознаванием лиц. Бишкек, наши дни. Корень зла в ТикТоке. Депутат предлагает запретить соцсеть. Об этом и другом более подробно в сегодняшнем выпуске НЕ Новостей. Приветствую, друзья, с вами Олеся Цурикова и мы начинаем. Сегодня в Бишкеке перекрыли площадь Алла-То для масштабной презентации различной техники на колесах от горячо любимого президента Садыра Джапарова. Ну или не совсем от него. Глава государства, пишут на лентах, передал министерствам и мэрии столицы необходимые автотранспортные средства. МЧС получила безвозмездно 100 единиц противопожарной техники из Китая. Там машины грузоподъемностью 5,8 тонн воды, 10 аварийно-спасательных автомобилей, 10 спасательных подушек и 5 подвесных емкостей для вертолета. А еще три противопожарных машины с вышкой высотой 50 метров. Вот необходимость последнего мы наблюдали совсем недавно. В Бишкеке, помните, загорелся 12 этаж высотки в центре, а спасателям не хватило высоты лестницы для тушения. В Бишкеке, помните, загорелся 12 этаж высотки в центре, а спасателям не хватило высоты лестницы для тушения. Теперь справляться с огнем будет проще. Наверное. А договорился о поставках с председателем КНР Сидзимпином обожаемый Садыр Нургуджоевич. Ну и продолжаем о выставке. Минздраву достались 33 машины скорой помощи. Напомню, что еще в середине прошлого года на покупку скорых выделили почти 170 миллионов сомов. Деньги взяли со штрафов безопасного города. Ну и вишенкой на торте стала мэрия столицы. Муниципалитет представил 120 автобусов, которые, если вы помните, закупил у китайской компании за счет городского бюджета за 1 миллиард сомов. Это те самые автобусы, которые должны были приехать в декабре прошлого года, но опоздали на полтора месяца. Знаете, что забавно? На линии их до сих пор не выпустили. А когда выпустят, неясно, но обещают через пару недель. А еще прикол хотите? Такое же количество бусов мэрия могла легко купить у отечественной компании, но не стала. Правильно, зачем, если можно, у Китая? Но Эрбол Султанбаев, пресс-сек президента, не согласен. Говорит, что наши автобусы Белес не подходят. На данный момент есть мнение, мол, зачем покупать за границей, нельзя ли купить автобусы у отечественной фирмы Белес. Про отечественную компанию мы не забыли. Белес и мэрия Бишкика подписали меморандум о взаимопонимании по закупке пяти автомобилей на пробной основе. Сейчас эта компания производит один автобус с дизельным двигателем, а городские власти отдают приоритет экологически чистому транспорту, работающему на газе и электричестве, из-за проблемы смога. Более того, на данный момент компания не может поставить более ста автобусов, поэтому она работает над производством автобусов на газе, а затем мэрия получит автобусы компании для испытаний. Ага, получается, что Белесу не хватает производственных мощностей, и помимо этого они не умеют производить экологичные автобусы, правильно? Нет, ведь неправильно говорят в компании. Представители фирмы опровергают информацию президентского пресс-сека, передает сайт экономист Ки-Джи. Глава компании Мербек Аскалиев заявил, что собрать 100 автобусов для них совсем не проблема. К тому же экологичные бусы у них тоже есть. Собственно, их муниципалитет и заказал для пробы, хоть всего и пять штук. В официальном обращении на участие в тендере от 21 июля мы написали, что готовы собрать 100 автобусов за 120 дней. На заводе у нас имеются все комплектующие. У нас есть и газомоторный автобус модели Белесу Мю-10. Те автобусы, по которым был подписан меморандум, ездят на дизеле от производителя Паккар. Получается, что отечественного производителя можно было и поддержать. Тогда в чем же проблема, товарищи? Может кому-то просто удобно и выгодно заказать на стороне, не заморачиваясь? Китайский автобус рассчитан на 26 сидячих мест, а в целом может вместить 75 человек. В отечественной модели Белесу Мю-10 35 кресел, а вместится в него 115 пассажиров. Но в итоге имеем то, что имеем. В Бишкеке будут курсировать китайские автобусы от компании «Джонгтонг Бас Холдинг». Еще раз подчеркну, из городского бюджета на них выделили 1 миллиард сомов, а купили 120 автобусов. Получается по 8 миллионов 333 тысячи за каждый. Ну и дальше по технике. В начале весны, обещает президент, Россия передаст нашей стране 40 противопожарных машин и один вертолет Ми-8 на безвозмездной основе. Безвоза, без ДДО. То есть даром. А, даром. Понятно. Машины и вертолет предоставят в качестве помощи Министерству чрезвычайных ситуаций. Благо платить мы за это не будем. Но вкупе стоимость этой техники около 20 миллионов долларов. Опять же, по словам главы государства. Появится все это у нас в конце февраля-марте. А столицу облагораживают не только автобусами. Теперь во всех районах Бишкека установят камеры с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Делается это со слов все той же пресс-службы ведомства для обеспечения безопасности граждан. Камеры системы имеют возможности обращения на 360 градусов, наклона приближения до 500 метров, направления съемки на заданные объекты и введения наблюдения за ними, идентификации лиц, для чего используются нейросети, считывающие и анализирующие уникальные черты лица и сверяющие их с базой. В ведомстве отметили, что камеры устанавливают районные администрации города. Всего разместят 2177 камер. Из них с функцией распознавания лиц 519 штук. Все они будут подключены к централизованной системе МВД. Завершат установку и настройки в ближайшие 2-3 месяца. Что ж, я надеюсь, что эти гаджеты будут служить лишь во благо граждан, а не для слежки за неугодными. А у депутатов тем временем появилась насущная и серьезная проблема. Называется она ТикТок. Парламентарий Шайлоубек Атазов против этой соцсети. Он считает, что в Кыргызстане ее нужно заблокировать, потому что ТикТок негативно влияет на молодежь и может повернуть в плохую сторону национальную идеологию. Чудно. Продолжение следует... Конечно, обратитесь к Минкульту. Уж такие проблемки они решают быстро. Там заблокировать что-то или кого-то, как два пальца, простите, об асфальт. Правда, парламентарий немного ошибся. ТикТок действительно запрещен в Узбекистане, но не потому, что он такой весь неидеологический и что-то там подрывает, а потому, что государство требовало размещать серверы по сохранению персональных данных узбекистанцев внутри страны. Но соцсеть эти требования не выполнила. А в Казахстане ТикТок вообще не под запретом. Коллегу все же поддержал депутат Талайбек Масабиров. А раньше с такой же инициативой в Чугуркукинише выступала Надира Норматова. Ну, та, которая вообще хочет всех и вся ограничить и запретить. Только вот парламентарии не учитывают, что такая сеть, как ТикТок, может быть еще и полезной. Я опускаю момент, что популярные блогеры зарабатывают в ней на рекламе. Но ТикТок становится еще и площадкой для озвучивания насущных проблем. Вот, например, госчиновники с высоких трибун заявляют, что в Майлусу, где три недели назад ввели режим ЧС из-за остановки всей системы теплоснабжения и подачи питьевой воды, все уже вроде как хорошо. Но на деле это ведь не так. В нашу редакцию поступило сообщение о том, что во многих домах трубы, замерзшие недавно, попросту полопались. Теперь дома и квартиры заливает. А видео всего этого безобразия местные жители публикуют в ТикТоке. Вот отсюда прям все, все. Вот отсюда. Отсюда. И кухня стала откапываться. Вот спальни вообще. Вот, я не знаю, что делать. Вот лапы нелегко. Вот смотри. Вот и так вот через каждые два-три метра. А вот восстанавливать свои дома гражданам теперь, видимо, придется самостоятельно. Тем временем Кыргызстан берет очередной кредит на энергетику. Мало же нам долгов, правда? Всемирный банк выделяет Кыргызстану 50 миллионов на модернизацию и развитие сферы электроэнергетики. Сегодня в парламенте рассматривали ратификацию этого соглашения. Талайбек Ибраев, который министр энергетики, сообщил, что 25 миллионов будут грантовыми. Спасибо. А 25 – все-таки кредит на 38 лет под 0,75 годовых. Деньги потратят на реабилитацию и модернизацию распределительных сетей, реконструкцию трансформаторов и введение умных счетчиков. Также на сдачу разработают программное обеспечение для базы домохозяйств, получающих социальную помощь. По итогам проекта ожидаются снижение уровня потери электроэнергии, повышение уровня сбора средств, повышение прозрачности и надежности электроснабжения, снижение аварийности и улучшение качества электроснабжения потребителей. Отдавать будем мы. Еще и тарифы повысят. Заживем. Ну и последнее на сегодня. ОСАГО вроде бы отложат на неопределенный срок. Президент прокомментировал ситуацию вокруг обязательного страхования информагентству Кабар. Глава государства заявил, что проект закона нужно доработать, а также отдать исполнение в руки государственной компании и подключать частников только тогда, когда он более или менее встанет на рельсы. Этот проект по страхованию авто начался еще в 2015 году. Мы изучили проект и решили пока отложить, так как он еще сырой. К тому же этот проект государство должно взять в свои руки, не передавая частным организациям. Сейчас народ ничему не верит. Подумают, что это бизнес какого-то чиновника. По этой причине народ выступает против. Поэтому я возьму этот проект под свой контроль. Сделаю так, чтобы он был доработан и народ принял его добровольно, потому что в конечном счете он полезен только народу. Когда конкретно ОСАГО все же станет обязательным, президент, увы, не сказал. О шо, это были все не новости к этому часу, а за новостями милости просим в наш телеграм-канал Апрель ТВ. Пока-пока. Фейкменен манипуляцияға қаршы күрешевіз. Жеті медиа берге фейкке қаршы иштейт. Чекип медиа. Так маалымат берет. Жалғандың гүзін ачат. Жалғандың гүндің. Жалғандың гүр lacы. Жалғандың гүнд сөз қаніпلى, дейті тулууы күрл қолуы. Жалғандың гүндің жалғандың гүнді « taking on sale» Жалғандың гүндvo parties за переф Hookсасы в истории о Não, не хорғанды.